Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вчера разговаривали о перцах, сегодня буду рассказывать про томаты. Как получить ранний урожай томатов интересуются все. Но это ясно. Для того, чтобы получить ранний урожай томатов, конечно, нужно посеять пораньше и постараться вырастить качественную рассаду. И все знают, что от сроков посева семян напрямую зависит, когда мы получим свой первый урожай. Вот сегодня, суббота, 26 января. И сегодня я посею свои первые томаты сезона 2019. Как и обещала, все буду показывать и подробно объясню, что я делаю во время посева и зачем. Так же, как о перцах. Напомню, что я обычно не соблюдаю лунный календарь. Но несмотря на это, вот сегодня у нас 26 января, и он считается очень хорошим днем для посева томатов, даже с точки зрения астрологов. Но это просто совпадение, а вообще я сею в любой день. Еще одно обязательное напоминание, которое я перед тем, как начну делать посев, должна вам сказать, что это не массовый посев перца. И не в привычные для нашего сибирского региона сроки, потому что сейчас еще рано насеять. Эти томаты... Ой, блин, опять я про перец. Я вчера говорила про перец, так и говорю. Это непривычные сроки для вот томатов. Эти томаты я сею для теплицы и не просто для теплицы. А вот какую-то небольшую часть, а именно пол теплицы я сею для получения раннего урожая томатов. Видео также, как про перца, будет немного длинное. Я редко такие длинные видео снимаю. Но зато в этом видео я расскажу все от начала и до конца. И начинающим огородникам можно будет использовать его в качестве инструкции по всем этапам посева. Сейчас отключу телефон. То есть я сейчас расскажу и о составе грунта, и как я его готовлю, и о подготовке семян, о самой технологии посева, и сразу скажу, что вот сейчас я буду рассказывать про то, как я сею в необработанный грунт, вот просто грунт, и необработанными семенами. Но это один лишь из нескольких десятков, может даже сотен, вот таких методов, способов. То есть я сейчас посею просто в грунт, протравлю привикуром, так же, как вчера перец показывала. И потом эти томаты буду пикировать по стаканчикам и по другой таре. И впоследствии, если длительно не буду его высаживать, то буду еще делать перевалку. То есть это именно вот такая особая партия для получения раннего урожая, поэтому рано сею. Первая пикировка всегда у меня для выбраковки слабых таких растений. А вторая, вот для перевалки, которая очень важна, вот именно для этого, для раннего посева, в более объемную тару я делаю, она просто необходима для получения качественной рассады и для создания комфортных, идеальных условий для роста взрослых растений. Потому что вот этим сеянцам придется провести более длительный период в лотках и стаканчиках, чем всем остальным томатам, которые мы будем сеять позже. И если для перца, я вчера говорила, что приготовила грунт чуть более плодородный, чем для томатов, то для томатов я использую обычный. Половина на половину, я осенью рассказывала, одну часть дерновой земли, вот полевой черной, и одну часть перегноя. Для перца вчера было, помните, одну часть была земли, две перегноя, тут половина, половина этого, половина этого. Все, я сейчас сама запуталась и вас запутаю. Короче, для томатов стандартную, вот то, что я показывала землю, половину эту, половину эту. Соединяю, добавляю 2 столовых ложки золы, так же, как для перцев. Я уже вчера говорила, сейчас еще напомню тем, кто про перцы, например, не интересуется, не смотрел, что именно вот это вот, чистое, неиспользованное, полевая черная земля, и вот этот рыхлый перегной, который старый и полностью перегнивший, но он вот такой, видите, как он крупнокрупенчатый, это идеальный грунт для выращивания рассады. Я в этом уверена. И еще уверена, что от качества рассады зависит вообще половина, 50% успеха всего сезона. Тогда я все это вот соединила. Я уже рассказывала в отдельных видео про грунт, но сейчас я просто бегло повторю, что не все же смотрят каждое видео. Я все соединила, разложила и укладываю вот так вот, прям по этим, по бортикам. Все, вот это первое, что я начинаю во время посева. Я вот так выравниваю, все делаю ровно, 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 ровно. А, забыла сказать, что грунт у вас может быть и покупной. Ну, конечно, свой лучше, все об этом знают, что свой лучше. Можно и покупной, если у вас покупной, так же рассыпаете. Почему я делаю именно по бортикам, некоторые делают ниже? Только потому, что у меня вот этот метод именно такой, основан на вдавливании семени туда. Я сейчас это уберу, у меня есть более подготовленное. Там, где я уже немножко наметила дорожки, чтобы мне было побыстрее, чтобы время сэкономить. Ну, вот все. Я замесла, разморозила грунт, просеяла, увлажнила, чуть добавила золы, насыпала вот так вровень. И теперь нужно сделать мне бороздки. Так же, как для перца, для томатов достаточно 7-8 высоты вот этого грунта, потому что здесь они будут не очень долго, через месяц я буду их пикировать. Делаю все точно так же, как при посеве перца. Вот эти вдавливаю дорожки. Так. Если у вас глазомер хорошо работает, вы можете просто вот так вот, как произвольно, мысленно повдавливать. Если сомневаетесь, то можете померить. Все. И сейчас буду разводить привикур. И вот эти дорожки нужно обязательно смочить вот этим вот дезинфицирующим раствором. Но если у вас и грунт протравлен, и семена вы протравили перед посевом, то вот уже протравливающего бороздки вам не нужно. Можно просто вот эти бороздки увлажнить эпином или другим средством, вот так, как я, еще раз напомню, у меня не протравленный грунт и не обработанные сухие семена. Поэтому я привикур быстро растворяю. Все как обычно, вот полтора миллилитра привикура. Просили показать название поближе. Он фунгицид, он... Можно протравить и грунт, можно протравить семена. Я его в маленький объем быстро раз все уберу. Потом этот маленький объем я вливаю уже в полторашку, где у меня приготовлено литр воды вместе вот с этим объемом, который я сейчас показала. Я сейчас его перемешаю, переболтаю, перелью в бутылочку с дозатором, из которого буду вот так поливать. Когда все движения отработаны, это не очень долго, это быстро все делается. Если бы еще не показывать и не объяснять, это вообще моментально я все делаю. Развел, распустил. Я вчера уже говорила, я сегодня повторю, что если раствор фитоспорина может быть разной концентрацией, там я рассказывала, что травить семена один, там брызгать другой, то для привикура один и тот же раствор 3 миллилитра на 2 литра воды. То есть я вот полтора миллилитра делаю на литровый объем воды и он всегда неизменен. Хоть мы обрабатываем грунт, хоть мы обрабатываем семена, хоть мы может потом будем в течение сезона по листу брызгать, всегда одно и то же. И вот привикур мне нравится именно тем, он мне нравится именно тем, что если есть время, то можно обработать грунт отдельно задолго до посевов. Семена потом обработать отдельно и тогда уже не нужно было бы вот так вот протравливать их одновременно. Но можно сделать так, как я. Я сейчас разложу семена и полью вместе их еще раз и закрою грунтом. Но если бы у меня не было вот сейчас привикура в наличии, то я могла бы посеять в простую землю в необработанную, закрыть необработанной землей и потом через день, через два просто полить вот этот лоток раствором привикура. Эффект был точно такой же, все бы обеззаразилось и все. Я потом про привикур отдельно вам расскажу, это очень интересный, ну как считается, инновационный препарат. Вот как девушка одна сказала. Зачем вы говорите про марганцовку, когда есть привикур, хорошее средство? Да, он есть привикур, он более современный, но вот я его, у нас такой город, я его на силу купила, что у нас даже иногда бывает в торговле нет таких вот средств современных. И многие вынуждены пользоваться марганцовкой. Вот все, мы сейчас, я увлажнила. И еще хочу сказать, что я сейчас вот буду высевать сразу много сортов, потому что у меня будет каждая полоска, один сорт, каждая полоска, один сорт. В этом случае обязательно нужно делать маркировку, чтобы вы не перепутали, потому что некоторые откладывают на потом, потом получается, что обязательно вот сюда на борт приклеивать нужно название сортов. И если у вас, например, два таких, редко три таких, когда по одному-то проще, то нужно делать, конечно, разделительные барьеры. Я вчера, когда про перец снимала, показывала, что есть фабричные, есть вот такие, можно воткнуть и все. Можно сделать из своих подручных средств. Повторюсь, что я часто делаю из алюминиевых банок, из-под газ воды, из-под пива. Все, сейчас я буду раскладывать свои семена. Раскладываю семена очень простым методом, давно-давно уже. Семечку мочим. Все точно так же, как перец. Кто вчера смотрел про перец. И так же расстояние, все могу снова повторить, что между вот этими вот бороздками делаем расстояние примерно 4-5 сантиметров. Между семечками в бороздке делаем расстояние 1,5-2 сантиметра. Это каждый делает произвольно, но сразу говорю, что загущивать посевы нельзя ни в коем случае. Можно, конечно, сюда хоть сколько накласть семян, воткнуть, но при загущенных посевах у нас чаще всего возникают такие заболевания, как черная ножка и другие грибные. Вот пока мы с вами про это говорили, я досеяла ряд, и вы, наверное, увидели, что я беру семечко и заглубляю его вот туда во влажный грунт. Видите, насколько спичка грязная? Вот на такое расстояние. Ну, 0,7, наверное. Чуть побольше полсантиметра и поменьше одного сантиметра. Вот так вот. Все. В дальнейшем я еще раз полью его раствором фитоспорина, и тут, как уже я говорила, что то, что оно заглублено, очень удобно, потому что если бы оно лежало просто на поверхности, иногда же мы просто раскладываем, и когда я вот эту вот налила бы жидкость, семена обязательно вместились бы, а здесь они уже все, они зафиксированы во влажном грунте. И после этого я не буду уже ничем сверху, никаким грунтом засыпать, я просто вот эти вот гряды, видите, у меня как тут же, как ямка, а тут гряда. Вот эти гряды я сбрасываю сюда на свою бороздку. Это очень быстрый, очень удобный способ посева. И еще хочу напомнить, ну, я вчера говорила, если вам покажется, что здесь мало земли, можно чуть-чуть в это место подсыпать, но обычно его хватает, потому что оно туда заглублено. Видите, я спичку ведь туда запихала. 1 сантиметр, 1,5 сантиметра, этого достаточно заглубления. Все, я не буду больше обмучить этот ряд. Самое главное, что я хочу сказать, больше никаких поливов я не делаю. Они не будут у меня поливаться, пока не появятся вот первые-первыхые петельки. И вот, знаете, почему... А, еще напомню, сейчас я все это сделаю, накрою пленкой полиэтиленовой, чтобы они не высыхали. Почему не поливаю? Потому что при поливе, обычно, вы знаете, начинает подсыхать, начинаются трещины, начинается вот эта корочка, этого не нужно. В этом лотке у меня вот эти томаты будут расти 3 недели, около 4, пока не появится 1 или 2 листика. До самой пикировки ни одной подкормки не будет. И полив раз в неделю... Но это, конечно, все индивидуально. Нужно смотреть на подсыхание грунта. Вы же пленку будете открывать, если в квартире очень жарко, поливать придется немного чаще. Я поливаю раз в неделю, мы живем в частном доме, у нас сильно жары нет. Но нужно запомнить главное правило выращивания рассады. Я вчера говорила, что на раннем этапе не переливать. Это очень страшно. Лучше не долить, чем переливать. Не надо создавать благоприятные среды для развития грибных заболеваний. Той же черной ножки. Моментально появится. Она очень любит сырость. Ну и это все. Вот эти вот, можно сказать, что мои посевы на этом этапе вот самые-самые первые, которые для раннего урожая закончены. И еще раз напоминаю, что сегодня я посеяла первые томаты, с которых я планирую получить очень ранний урожай. Это не массовый посев, это именно маленькая часть. И для этого я выбрала сорта, которые я уже испытывала, и они показали хороший результат. Семена сеют вот в первый раз все самодельные, потому что я не могу в этом случае рисковать, если я посею магазинные, они не взойдут или не получатся, или какие-то, я не знаю, характеристики. Не высаживаю незнакомых никогда сортов. Высаживаю только проверенных. Сегодня я посажу для самого первого урожая три сорта, которые проверяла уже много лет, показали хороший результат. Это Демидов, это Настенька, это Госпожа Удача. Это три самых толстоногих, самых неприхотливых сорта. Несколько сортов я сегодня посажу. Это вот толстый джек, клуша, которые я уже испытывала на улице, и я знаю, что они примерно таких же характеристик, но которые в теплице я еще не выращивала. Они тоже будут здесь у меня. И здесь будут вот русские колкала и королевские, про которые я говорила, что они не толстоногие, но они тоже детерминатные, и они невысокие. И я их уже в теплице выращивала. Они компактные, не занимают много места. Вот именно такие сорта я выбираю, которые удобны для раннего урожая, которые, если весна будет затяжная, и долго я не высажу, что они не будут разрастаться, распадаться. Все остальные сорта для теплицы я буду высаживать примерно через неделю. Вот еще про то, что сухие семена. Так как я сеяла сухими семенами, то они будут чуть-чуть дольше, чем у тех, которые вот замачивают, обрабатывают. У меня же все здесь, вот пока они там набухнут, пока проклюнутся. Но через 5-7 дней, я думаю, что они появятся. Это немножко раньше, чем в случае с перцами. Перцы всегда дольше сидят. И вот сейчас еще хочу несколько вопросов, которые по теме сопряжены. Вот спрашивает Марина Котвицкая, тяжеловес в Сибири для раннего урожая подходит или нет? Какой в рассаде? Любимый праздник, бердский, крупный. Все эти сорта я сею во вторую очередь, то есть будут сеяться через неделю. Они не толстоногие. Я их для теплицы сею, но не для раннего урожая. Они могут немного вымахать. Потом вот Света Киракосян спрашивает, а как отличить сорта прихотливые от неприхотливых? Я всегда говорю, только неприхотливые, только неприхотливые. Но тут знаете, это только испытания полевыми вот такими вот выращиваниями. Пока вы не вырастите, вот я могу сказать про эти, что они точно, госпожа Удача, Клуша, Демидов, что они точно неприхотливые. А остальные сорта, я вот госпожу Удачу сама нашла наугад. Нигде не написано на пачках, производители не пишут, что они толстоногие, что они неприхотливые. Потом дальше. Любовь Петрова спрашивает, сколько будут плодоносить эти томаты? Можно ли продлить плодоношение? Вы, может, как не все понимают, что ранний урожай, это не значит, что он быстро закончится. Это не скороспелки. Я никогда для получения раннего урожая не сажу скороспелки, не сею, которые быстро отплодоносят и заканчиваются. У меня Настенька до конца сентября, госпожа Удача вообще до начала октября плодоносила. Все эти сорта, несмотря на то, что они детерминатные, они долго плодоносят, это не скороспелки. И еще Татьяна Головкина или Головина спрашивает, в какие сроки высаживать вот эти неприхотливые сорта в теплицу? И можно ли их в открытом грунте? Я сразу скажу, что я высаживаю по-разному. В прошлом году, в 2018, высаживала 25-28 апреля, но может быть год, например, весна будет позднее и отодвинется на 2 недели. Вот поэтому эти семена, я и рекомендую, что они могут без проблем простоять лишние 2 недели в рассаде. Они будут только крепнуть, толстеть, и все у них будет нормально. Для открытого грунта они подходят идеально. И еще последнее. Иван Заблицкий спрашивает, не посадить ли для раннего урожая петрушу? Я бы не советовала. В прошлом году в теплице он у меня сильно разросся. Лучше выбрать другие сорта, которые более компактные. Он у меня получился как пальма. Огромный. Зеленые вот эти кусты тесно становятся ему. Нужно брать для раннего урожая более компактные. Он у вас раскустится, вы не будете знать, куда его деть. Все. Желаю всем дружных сходов, богатых урожаев, хорошего, позитивного настроения. А главное, побольше терпения и здоровья. Тогда у нас все получится. Главное, нужно быть терпеливым. Даже если в первый посев что-то не получится, мы через неделю, через две можем посеять еще раз. Все.